Ты говорил, что любой, кто перешел на другую сторону, это предатель. А допустим, ты родился в третьем рейхе, то есть изначально на темной стороне. Переход на светлую сторону будет предательством. Так, должен быть мне благодарен. Я открываю вам глаза. От того, что вы кричите, какие вы герои, от этого вас никто не уважает, больше наоборот презирает. Слушай, мы не кричим, какие мы герои. Тумсо, твое мнение, почему так мало людей смотрит твой эфир? Я уверен, что люди отвернулись от тебя после твоей позиции по Палестине. Смотри, дружище, меня сейчас смотрят 3500 человек, и это стандартное количество зрителей. У меня обычно от 3000 до 5000. Всегда так было и остается. Меня меньше людей не смотрят. Моя позиция по Палестине абсолютно никого из мусульман отвернуть не может, потому что она соответствует общей исламской позиции. Скорее всего, ты имеешь в виду, наверное, мою позицию по произошедшим событиям в аэропорту Магачкалы. Но, к сожалению, знаете, иногда ты стоешь перед выбором сказать что-то, что в целом поддержит масса, но это будет неправильно. Это будет противоречить исламу, твоим убеждениям, твоим взглядам. Либо ты говоришь это, но это угодно толпе, либо ты говоришь то, что соответствует твоим убеждениям, соответствует исламу, по твоему мнению. Но при этом это вызовет, либо тебя не поддержат массой, либо даже это вызовет хейт. Вот оказавшись перед таким выбором, я всегда делаю выбор в пользу того, чтобы сказать то, что соответствует моим убеждениям, соответствует исламу. Поэтому я это сделал. Я не первый раз это делаю. И никогда я не жалел о том, что я так поступил. И ни разу еще не было такого, чтобы я так сделал и получил какие-то последствия, кроме вот этого абсолютно необоснованного хейта. Кто-то тебе там может написать в комментариях, обматерить тебя или такфир тебе чуть ли вынести. Кто-то в личку, в бот обратной связи тебе гневное что-то там напишет. Но и все, и на этом это закончится. То есть это несколько дней такая волна продлится. А после этого все вернется обратно на круги своя. И каких-то последствий печальных, чтобы потом это вспоминать и думать, жалеть об этом, никогда не было. Я помню, такой же случай был, когда, помните, в Турции убили посла российского. Я тогда тоже высказался по этому поводу, осудил этот поступок, сказал, что послов не убивают. Как бы нам неприятен не был этот российский посол, какие бы там вопросы у нас в России не были, хоть война, чтобы не было. Но на территории Турции посол России пользовался гарантией безопасности. И его нельзя было убивать. И когда я это сказал, было то же самое. Тоже хейт, потому что это в основном массам неприятно подобное слышать. Им хотелось слышать, он, мужчина, красавчик там убил. И, ну, как вы видите, никаких печальных для меня последствий этому нет. Наоборот, я после подобного, я наоборот живу в гармонии со своей совестью, у меня не бывает проблем. А вот все те люди, которые положили на чашу весов вот это вот всеобщее одобрение, но противоречие ислама, я смотрю на этих людей уже по-другому. И вот эта вот ситуация, она уже никогда не забудется. То есть не будет такого, что они это сейчас сделали, и через там лет пять, когда станет какой-то вопрос, что я это не вспомню. Понимаете, я это вспомню. Я этого уже не забуду. Я вспомню, что в момент, когда нужно было положить на эту чашу весов аят из Бурана, он должен был перевесить всеобщее вот это вот мнение, они это не сделали. Хотя должны были. Поэтому у меня нет с этим проблем, дружище. Ни о чем не жалею. Считаю, что поступил правильно. Ты говорил, что любой, кто перешел на другую сторону, это предатель. А допустим, ты родился в третьем рейхе, то есть изначально на темной стороне. Переход на светлую сторону будет предательством. Я хочу уйти от этого примера. Я не хочу рассуждать на темы третьего рейха и так далее, потому что политические вопросы это все-таки немножко другая тема. Если человек находится на одной стороне, имея убеждение, что эта сторона на истине, и затем, когда это касается его конкретно шкуры, он переходит на противоположную сторону, он совершает предательство. И исключением является только тот момент, когда, допустим, человек был, когда вопрос ислама и неверия, и когда человек из неверия становится верующим, принимает ислам, вот это вот исключение, когда он именно принял истину. И может быть, в каких-то отдельных случаях исключением был бы вопрос, когда это не касалось, то есть это не 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 был бы вопрос личной безопасности, там своей какой-то личной шкуры, понимаете, то есть когда человек, допустим, обладает силой, вот хороший, наверное, например, такой, когда когда у тебя сила, и ты побеждаешь, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты не прав, и ты, например, переходишь, то есть это же не не было никакой опасности для тебя, но ты осознал, что ты не прав, и ты перешел на сторону, причем на сторону, которая гораздо слабее, то в этом случае, может быть, это еще будет исключением. Но так в целом, это классический пример, если ты был на одной стороне, и ты, значит, поменял эту свою сторону, перешел на противоположную, конечно, это предательство. Как согласуется наследие кунта-хаджи, который был гуманистом и был нетерпим к насилию всех мастей с практиками, которые существуют в нынешней Чечне? Наверное, никак не согласуются. Просто эти практики, которые сегодня практикуют, так называемые последователи кунта-хаджи, они же все под себя подстраивают. Поэтому для них вообще нет никакой проблемы. Они и ислам под себя подстраивают, и российские законы под себя, и какие-то кунта-хаджинские темы под себя. Поэтому я думаю, их не стоит связывать. То есть, все то, что они делают, связывать с наследием кунта-хаджи абсолютно не стоит. Тумсо, как думаешь, исчерийцы воевали правилами международных, воевали соответствиями с правилами ведения, с международными правилами ведения войны, он, наверное, хотел спросить. Конечно, да, в большинстве своем, конечно, да. Если какие-то отдельные, допустим, были моменты, там, что-то кто-то делал в нарушении, то это можно отдельно рассматривать, за это можно наказывать, если что-то там сделано неправильно, например. Но в целом, конечно, да. Так, должен быть мне благодарен, я открываю вам глаза от того, что вы кричите, какие вы герои, от этого вас никто не уважает, больше наоборот презирает. Слушай, мы не кричим, какие мы герои, с чего ты это взял, где мы это кричим? И кто нас презирает? Если речь идет про Кадырова, его окружение, то я согласен, их и надо презирать, их и презирают, и все то, что они говорят, и кричат, это, конечно, все является несоответствующей действительностью. Но если речь идет в целом, опять-таки, о чеченцах, то кто из нас что тут кричит, я что ли говорю, что мы какие-то герои? Да нет, мы обычные люди, которые просто в меру своих возможностей мы пытаемся как-то противостоять этой несправедливости. Как ты относишься к теории о выселении чеченцев в 44-м году для создания еврейского государства, но евреи так и не выбрали Кавказ для этого и решили поселиться в Палестине? Скептически я отношусь к подобным темам, считаю это, конечно же, теорией конспирологов. Правда, что версия о том, что чеченцы прямые потомки Ноя возникла в последние десятилетия и праведные отцы об этом не знали? Нет, конечно, это неправда. Это всегда все знали, весь мир это знает, что все люди потомки Ноя, но чеченцы они самые прямые, остальные немножко такие непрямые. Боишься про евреев сказать? А что чтобы ты признал, что я смелый, мне что надо сказать? Что да, это правда, евреи хотели поселиться в Чечне и Ингушетии, но у них не получили, они выбрали там что-то другое, как ты говоришь. Тогда я стану смелым. Если для того, чтобы доказать смелость, мне нужно это сказать, то я, пожалуй, воздержусь. Итогриньи, 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 итогриньи,